Алиса, здравствуйте! Это мероприятие, которое состоится уже в это воскресенье. Необычный экотренинг с потрясающим, на мой взгляд, названием «Богиня-богинь». Он будет проходить в немножко необычной атмосфере. Вот расскажите, где и вообще, что это за тренинг, для кого? Экотренинг для настоящих богинь. Он действительно будет проходить не в каком-то бизнес-центре, не в каком-то актовом зале, то есть не в школе, а он будет проходить в комплексе отдыха «Кутузовский», что находится в лесу. Это чистый воздух, это сосны, это потрясающая атмосфера, это красивый антураж. И для женщин, кто посетит мой тренинг, я считаю, что это тоже важно, чтобы все эмоции были на высоте. То есть, условно говоря, я хочу, что если я такая красивая, вокруг меня все красиво, чтобы и каждая так считала. Для этого мы проводим в Кутузовском, а сам тренинг называется «Эко», потому что инструменты, которые я на нем использую, считаю очень экологичными. Я против манипуляций, как много советуют психологов различных, как взаимодействовать с мужчинами, с детьми, с пространством или еще с чем-то. Вот я против этих манипуляций, я считаю, что честный подход, прежде всего, к самой, к себе, это определяет будущий успех женщины и качество ее жизни. Потому что для меня важно научить каждую, как относиться к себе честно и тем самым выстроить вот это вот могучее пространство вокруг себя, чтобы все в нем работало, как часы и так, как тебе нужно. Вот. Именно об этом мы будем говорить 28-го. Это будет интенсив, это будет целый день с 10 утра до 18 вечера. И я надеюсь, что у нас станет на 20 богинь больше в нашем городе. А вот можно хотя бы тезисно обозначить, о чем будете рассказывать представительницам прекрасной половины человечества? Что обсудите? Вот. Хотя бы вот тезисно. Ну, вообще, это, конечно, секрет. Но я, которым бы, я вообще не хотела приоткрывать завесу тайны, потому что это мой подарок городу Барнаулу. Я нахожу здесь приличное количество времени вот в данный момент моей жизни. И мне хотелось бы вот все лучшее, что я знаю и умею, на этом тренинге как раз рассказать и передать. В общем, все будет интересно, все будет, я надеюсь, на высоте. То есть максимальный набор инструментов, которые потом можно будет применить от семьи до карьеры, женщины в этот день получат. Да. И поэтому это интенсив такой вот на целый день. То есть с массой практик, с массой упражнений. Вот. И, конечно же, с хорошим настроением, потому что сейчас мы все к нему готовимся. И моя команда, и будущие участницы, мы находимся в такой вот постоянной связи. Все знают, что нужно приходить максимально красивыми, в красивых платьях. То есть будут фотографии, будут видеоотчеты, будут... Ну, все будет красиво для того, чтобы, возможно, кого-то еще вдохновить, да, вот этим вот примером. То есть потому что, ну, нужно уделять себе внимание, и нужно уметь уделять себе внимание правильно. То есть мы не ходим в клубы, мы занимаемся собой. Ну, Алис, ведь не так давно вы тоже были представительницей бизнес-вумен. Как решили отказаться, как смогли уйти от привычного образа жизни и стать мягкой, нежной, настоящей женщиной? Ой, это так приятно. Это лучший комплимент для меня, особенно не так давно. Потому что, на мой взгляд, это очень давно. Это уже около 10 лет, как я изменила себе прошлое, да, и перешла вот совершенно в другое состояние. И я могу сказать, что... Такое перерождение произошло в Алису Корт. Да, произошло перерождение в Алису Корт, вот. И я хочу сказать, что вот это вот состояние я всегда нарабатываю, продолжаю нарабатывать, потому что, знаете, всех заносит, даже супермастеров и даже супертренеров, вот. И я всегда нахожусь в состоянии работы с собой. Ну, а случилось это таким образом, что просто меня жизнь заставила пересмотреть свои прежние взгляды. И если вот вспомнить, да, я вот, ну, я на 100% была в карьере, вот на 100%. То есть для меня таких вот пунктов, как семья, возможные дети, вот тогда вообще не существовало. И я даже не осознавала, что это неправильно, что это перекос в сознании. И вот, знаете, жизнь такая мудрая, она подвела меня к определённым ситуациям, которые просто меня встряхнули хорошенечко и позволили обратить внимание на себя всё-таки не как на карьеристку такую вот бесконечную, а как на женщину, которая вообще-то не то чтобы должна, да, но могла бы себя попробовать немножко в других сферах. И вот тогда я осознала, что всё-таки надо развивать в себе все грани, и начала это делать, и считаю на сегодняшний момент очень успешно, вот. И, конечно, нет предела совершенства, и стремлюсь всегда. Когда жизнь девушек, которые со мной общаются, да, или ко мне приходили на тренинги, она меняется качественным образом. И я уже не одну такую историю знаю, которые карьеристки-карьеристки, они тоже развернулись, и теперь они даже свою деятельность приориентировали на духовные практики, и более того, и на женские практики в том числе. И, конечно, это очень приятно наблюдать. Вот я радуюсь, но не могу сказать, что по-тихому я очень громко выражаю свою радость, потому что это здорово, и так и должно быть. Но это совместный такой успех, а не только лично ваш, потому что вы за них тоже радуетесь. Более того, я бы даже сказала, что это их успех, потому что они в себе нашли силы и нашли ресурсы для того, чтобы переориентироваться и пойти. Работа над собой — это самая тяжёлая работа. Работа над своим сознанием, над переменами в нём — это самая тяжёлая, потому что, знаете, в гору идти — попробуй, а с горы спуститься легче. И всегда так было, и всегда так будет. И поэтому я очень уважаю жизненные позиции у людей, которые это понимают и делают. Потому что всегда тяжелее идти к чему-то новому, чем плыть по течению. Ну вот ещё одно мероприятие, которое будет через неделю, 3 сентября, в день города Барнаул, это тоже такой подарок краевой столице. Это парад шествия, который будет называться... Точнее, он будет в поддержку семейных ценностей. Вы также являетесь организатором, я правильно понимаю. Что это будет за парад, тем более это будет мероприятие всероссийского масштаба. Вот знаете, вот тут вообще получилось интересно. Когда, в общем, я недавно путешествовала и приехала в Барнаул, и я понимала, что мне много времени здесь придётся находиться, и поэтому здесь очень много проектов я решила сделать, потому что здесь живёт моя семья, здесь живут мои друзья, здесь живут мои родные, и здесь растёт мой сын. А я хочу, чтобы мой ребёнок рос, для себя, конечно, я хочу, мне так будет спокойнее, чтобы мой ребёнок рос в ситуации, когда вокруг царит любовь. Может, конечно, это идеалистически, но я так хочу, значит, я так буду делать. И вот я не знала, что это шествие и вот это вообще мероприятие всероссийского масштаба. Вот представляете, как срезонировало с кем-то. И то есть, когда мы начали вот это всё утверждать, это же необходимые определённые документы, то есть это взаимодействие с администрацией, и вот пока мы вот это всё утверждали, выяснилось, что, оказывается, по всей России пройдёт волна вот таких шеств. Вот представляете, до какой степени мы с женщинами на одной волне. То есть даже незнакомые, не зная о том, мы делаем одни и те же вещи, это просто жизнь подтверждает, что это правильно. 3 сентября на Площади Свободы у нас состоится вот этот парад семейных ценностей, который выразит нашу жизненную позицию на этот счёт. Потому что семья — это мама и папа, и никак иначе. Ну или только мама. Но мы находимся в Барнауле, а не в Европе где-то, да, и даже не в Москве. И я считаю, что Сибирь — это вот место чистоты, которое эту чистоту и должно сохранять. И люди, которые здесь живут, полностью со мной солидарны, к счастью. Вот уже сейчас в заявках — это и представители бизнес-среды, и друзья семьи, и просто желающие, которые меня знают и хотели бы принять участие. И, конечно, мы приглашаем всех барнаульцев присоединяться к нашему параду. И мы хотели бы ещё сказать, что будет очень много сюрпризов, особенно для тех, кто придёт с детьми. И поэтому мы всех приглашаем и хотим, чтобы люди присоединили жар своих сердец к этому мероприятию. Настоящий семейный праздник. Да. Ну и ещё один вопрос, Алис, куда можно обратиться, если нужна помощь именно общественной организации вашей? Давайте уточним для наших телезрителей. Хорошо. Вот я есть во всех соцсетях. Меня зовут Алиса Корт, это Facebook, это ВКонтакте, это Одноклассники. В Скайпе меня можно найти практически везде. И каждая женщина, которая решит ко мне обратиться, имеет возможность рассчитывать на совершенно безвозмездную первичную коуч-сессию, с помощью которой она уже может начать решать какие-то свои вопросы личностные. То есть это то, что мы делаем всегда. А если будет желание продолжить, то мы уже там определимся в индивидуальном порядке, как ещё мы сможем повзаимодействовать. Спасибо большое, Алиса, что пришли в нашу студию. Спасибо вам за интервью, очень позитивное. Ждём парада. Я вас благодарю и приглашаю. И на этом всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»